Уж позолотила ручку, так позолотила. За избавление от жизненных неудач жительница Свердловского района выложила псевдоцелительнице 700 тысяч рублей. Для этого пенсионерке пришлось взять в банке кредит. И к уже имеющимся проблемам добавилась новая – необходимость гасить долг. Стоит раз человеку особенно внушаемому попасться на прием таким псевдоцелителем. И пока человеку не закачиваются деньги, соответственно, нацелители его из своих рук не выпускают. То есть пока все человек не отдаст, пока иссякнут возможности получения кредитов, либо родственники уже будут отказывать в предоставлении денег взаимы. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Недостатка в клиентах у псевдопровидицы не было. Женщина арендовала офис в одном из зданий в центре Перми. По словам очевидцев, каждый день в коридоре стояли огромные очереди. И деньги от доверчивых граждан буквально лились рекой. Шли женщины и молодые шли, и как бы из деревень приезжали. В общем, ну много к ней шли люди. У них было как у нас сейчас гадалки, там черные все, ковры, портреты. Вот тут она сидела, да? Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержали Ромалы при попытке сесть в поезд. Впрочем, свою вину она не признает. Демонстрирует диплом специалиста по парапсихологии и объясняет следователям, что действовала по велению свыше. Ну там много проблем было. Проблема была не одна. Поэтому одну уходила, другом жаловалась. Любовника хотят, мужа хотят. Сейчас гадалку проверяют на причастность к другим мошенническим эпизодам. В полиции ждут звонков обманутых пермяков. Елена Иговцева, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.